привет на своем канале сегодня у нас пятница ну и будем доставать движок частями из этого замечательного автомобиля как-то так кстати он еще вытаскивается полностью пчелы не ушли димон и свои пчелы сидят вот загляни туда давай бери их бери в карман клади давай давай скорее и план пока закрываем для начала на ингенератор скилл он будет как двери завели кстати на ивановской быхе петля сломана ну и на экзисте в свое время петли были по 2 500 за штуку то есть пятак на дверь две петли так масло не слита что весьма страна так стекла это не тут малолетки расхерачили стекло блять когда стоял у дома то есть вчера я маленько видео попутал то есть первая машина была с архангельской который стоял примерно год около дома было разбито вот это стекло заводской и бмв шны поскольку мне с александровской были еще комплекс стекол на всю машину поставил я оттуда ну а до этого стоял с ивановской то есть 1 у дома стояла архангельская расхерачили стекло потом пригнал с александрова потом пригнал из чужого гаража ивановскую но потом все их перевез сюда легко и непринужденно можно сказать так начнем пока что с генератора я думаю потом снимем башку придется снимать сидушку давай бери ключи снимай движок разбирать убирай движок вау это свежок он здоровенный здоровенный тяжелый давай друзей зови своих тащите в четвером я же не против так ладно начнем кстати что касается генератора то есть на жигулях он натягивается монтажкой но здесь вот такая гребеночка тут колесико то есть отпускается гайка и уже винтом натягивается или же ослабляется ремень то есть технология 70-х годов так гайку на 13 ослабил им так вот то есть против часовой стрелки когда короче что этот болт ремень натягивается об часовой стрелке он опускается то есть ремень ослабевает уже можно будет его менять но это когда движок стоит на автомобиле сейчас мы умеет не будем просто сдернем с кронштейном все одной деталью сниму так здесь стяжной болт стоит то есть будем все снимать большими узлами то есть не будем все отдельно половине чтобы потом не потерять чтобы конечно где-нибудь коробочек найти все это складывать где в какой коробке что лежит и от какого движка так это я понимаю какой-то успокоитель цепи или натяжитель херный черный то есть какой-то сухарик лежит так ладно продолжаем так генератор я снял есть маленький люфт в подшипнике подшипник подсвистывает подскрипывает то есть не критично так чем тут bosch modern germany есть кому надо каталожный номер 1197 311 2 0 5 14 вольт здесь что-то все позеленело так то есть решил я еще сам крайнштейн снять то есть блок он крепится на трех точках такие вот отливки в самой чугуне то есть два болта на 13 но это на 19 то сейчас все снимем поставим на генератор но и все будет четко и чтобы нам ничего не мешало наверно вот эту всю хуйню сниму поскольку я вот этот винт не могу отвернуть поскольку мешают шланги тут или шланги снимать или снимать вот это вот блять че тут корпус термостата какой-то хуйня че тут блять и такое ощущение что здесь привод бензонасос идет с головки блока цилиндров то есть не как на жигулях там где-то в блоке блять отклиновало блять здесь чисто распредвал потом уже движок лынем посмотрим здесь я что-то а вот шатун на месте то есть как человек который покупал иван занимается там типа автосервис у него в гараже для своих наших чинит то есть приехал к нему этот чувак давай ведь стартер поменяем что-то машина блять не заводится нихуя короче движок в колене блять причем я так думаю в капитальном так на автомобиле нет кпп и нет когда на блять то есть голый кузов с мостом и с документами вот что представляете себя вот этот автомобиль то есть хотел я у него как бы номерную номерной лонжером купить изначально потом подумал что несмотря на не смогу его приварить на черный бэху блять поэтому решил взять кузов целиком так цена вопроса свое время было восемь тысяч рублей да и колес еще не было и того окна то есть это стекло мир заебали то стекло я привозил с собой вместе с колесами от ивановской черный бэхи вставлял и сидел погулять поскольку стекло не было здесь вот так вот был снег то есть 10 апреля когда ее забирал с архангельска поселок нян дома у нас было плюс 10 примерно на там был минус 7 херачила метель всю ночь то есть сидел я в машине с открытым люком в сугорове можно сказать практически дорога заняла двое суток то есть туда 1200 плюс 500 мы делали крюк по чужим делам ну и 1200 назад так ладно продолжаем как говорится жить к таком меня не готовил то есть на мой взгляд я отказать снять не смогу пока не вы на движок то есть смотреть какой был то есть я думал что здесь какой-то сантиметр на 3 на 4 болтик но оказался этот сама передняя крышка движка то есть здесь стяжные винты и как бы стяжной винт держит прижимает крышку переднюю к блоку и также крепит кронштейн то есть можно снять только сняв шкив помпы то есть у меня как бы мануал есть и помпа там вроде как и разборная то есть меняются подшипники и сальники блять все заебись это вам не жигули так сейчас наверно болтик вот этот сниму убить убить как сказать то удостоверить что он упирается шкив мы будем снимать уже сам шкив то есть мне тут как бы упрекали на основном канале это канал у меня по боевой но будет видео залить также на мой основный канал по ремонту бензоинструмента так скажем там я всегда упрекай что я много лишнего текста но как показывает практика когда сталкиваться с каким-то новым механизмом очень даже полезно пересматривать видосы если снимать что-то вкратце то можно пропустить какую-то деталь в итоге будет фиаско по моему винт уже отвернулся наверно упрется все-таки не думаю что здесь один длинный другой короткий сейчас будем снимать шкив попутно можно снять бензонасос так чем тут корпус термостата в пустое калиторный на снимать смысл не нет еще можно корпус масляного фильтра тоже отвернуть как-то надо изъять чтобы не обломать то есть вот эти трубочки они в природе уже нигде не повторяются что следовало и ожидать то есть два винта таких мужчинских 10 сантиметров поэтому снимаем сначала шкив помпы наверно саму помпу тоже снимем то есть на тут все по сути снимать оставлять один блок ну кленовал мне кажется все он конченый если время останется снимем потом посмотрим что там сейчас дня где-то половина второго то есть до вечера еще время есть чтобы тут весь распотрошить но и вынуть и сегодня время останется передвинем ее сюда если нет то завтра то есть мне надо как-то заехать на калине как-то ее сначала назад отодвинуть потом уже вперед как-то здесь на не придется тоже выкашивать все это дело этого тут высотой 2 метра это потом сначала движок то есть чем легче автомобиль тем проще будет катать можно даже вручную передвинуть то есть движок весит на мой взгляд килограмм 120 и без движка автомобиль как бы катается легко и непринужденно так бензонасос я снял даже не знаю что за контора ничего не написано то есть он завальцованный неразборный блядь когда он сдохнет где его искать непонятно так здесь вот так же стоит какой-то клапан поскольку автомобиль был изначально на газу чироско италии то есть я так понимаю этот клапан перекрывает подачу топлива в момент когда переключается на газ хотя могу шибаться то есть вот эту хуя не нужно так свое время газовый баллон в виде запаски я наверное тысячи за пять продал то есть купил автомобиль за 8 стояла в багажнике газовая хуйня с датчиком но датчик был разбитый то есть вот это не состоял такой баллон с этим с какой-то хуй то и блять то есть запятака его продал автомобиль не обошелся в 3000 рублей но пятнашка у меня ушла на бензин 15 тысяч рублей на бензин 8000 машина ну и газовый баллон запятак я продал бизнес по-русски как говорится украсть со стену со спиртом продать и а деньги пропить так ладно сейчас на минуты тут чё ну что корпус термостат или чё тут какой-то датчик обломанный то есть что то здесь мне кажется это термостат так и вот видим шток такой масляный то есть все есть четенько как я предполагал идет с башки наверно на распредвалу какой-то стоит кулачок который подкачивает топливо так сейчас мне надо будет эту трубку как-то отсюда изъять вот эту херню снять вот это не буду снимать и уже будем снимать сам шкив этот движок не перестает меня удивлять то есть видео здесь атакуют шпилька мужчинской сколько ну тоже с диаметром 10 с другой стороны как бы половина ухо от корпуса термостата половина ухо крепления впускного коллектора и все это прижимается шайбой то есть отворачиваешь вот эту херню мы уже термостат можно вынуть чудеса блять да кстати забыл на напомнить или знаю в комментариях я писал как бы это автомобиль на транзитах то есть с каргопольского района по моему архангельской области то есть до питера там километров 100 наверно 120 то есть с германии этот автомобиль на не через питер все-таки завозился какое-то время даже не знаю по моему 81 год или 82 по документам то есть где-то они лежат с транзитами поэтому сколько бы она здесь не стояла сколько бы она тут не гнила никто не мозги как бы ебать не будет что это вовремя не поставил автомобильный учет подарок судьбы так скажем то есть сделал таким макаром половинов крепление от термостата половина от впускного коллектора вы все шайбочкой притягивается так вот здесь вот резьба все закисло то есть выдернуть не смогу сейчас пойду какой-нибудь валерой по брыжу и лвышкой какой-то в дэшка я сейчас поищу то есть ломать не будем вещь старинной цены немалый не будем про это забывать так парни кача смазка делают вещи как говорится но это не термостат что весьма странно это термостат непонятно не думаю что он стоит в корпусе помпы хотя вполне возможно то есть технологии старые где-то я слышал на ютюбе точнее смотрел ролик подобный движок м10 а нет это движки м10 она двухлитровый м20 блять если я не ошибаюсь в чудо я вчера запутался уже б то есть движок немцы m10 b16 помылить бы 18 чудо думали туда дохер от чуть не 1000 лошадей без сняли нах с такого движка то есть блять мне кажется это м10 движки блять короче неважно ему все равно пиздец нам потом разберемся муж маркировку найду мне как бы это не столь важно для меня то есть не знаю сейчас наверно снимем помпу примут с пустным коллектором все вместе на им блять одним узлом блять с нему он сейчас подумаю еще на то как до залазить тоже тут через дверь как-то неудобно коричится так вентилятор снял сразу шкив вывалился здесь чутко на самом деле где клеммы был на бмв каталожный номер и так подозреваю вот такой асимметричный вентилятор то есть две лопасти близко одна посередине здесь большое расстояние это летний вариант зимних по моему вот такой четыре лопасти могу ошибаться но на какой-то бы хитом 4 лопасти стоит вы же вентилятор но он желтого цвета по моему то есть каталожный номер не думаю что вы купите в магазине такой же где-то новый только ебэй только был и большие бабки за все то есть на самом деле не как бы по кайфу ковыряться с такими аппаратами поскольку дед у меня всю жизнь собирал тоже мотоциклы привозил их мешках наподобие хорлея была 42 с питера бабули там брат жил после войны как-то переехал в питер и вот где-то там надо был трофейный харви дэвидсон вы где-то его прикупил а может так забрал не знаю тогда был все намного проще ну и собирал она его а лет пять тогда лет пять на н был то есть бабулюми работала в формировке в заводе зина волокраски то есть сразу завод его загнали покрасили на конвейере и заебись потом не были сундапы то есть все советские моциклеты в советское время все у деда было кроме советских был у нее мотороллер рядка психанул и порубал его топором и ему у матери класса занял первое место по сбору металлолома то есть это первый последний случай когда он связался с советской техникой поэтому люблю я железка ковырец лет шести наверное когда у тебя было я во с люлькой старушка но потом в какой-то поездок за грибами за ягнами заехали в какую-то глухую деревню ну и купили практически за бутылку водки мотоцикл бмвр 35 49 года далее его как там в те времена то председателю колхоза то есть дедам уже был одной ногой в могиле их когда мы его купили в поехали хотели поставить его на учет то есть документы забрали а спустя месяц уже деда не было но все карантин то есть мотоцикл если кого интересует погуглите в поисковиках поймает 35 то есть два сидения кожаных две подножки защита картера то есть блять мотоцикл просто сказка была но поскольку я был молодой мне надо было гонять поменяли моего у одного так скажем перекупа на кроссовый чизет но когда я ушел воды таки продали дома в деревне то есть остался и без чизета кроссовый без бмв но мечта об автомобиле было у меня осталось то есть с десяти лет наверное я люблю эту марку же практически 35 лет и вот теперь мне три таких замечательных автомобиля по сути это инвалиды но мечта как бы осталось я от нее не отказался так ладно продолжаем гербанить собственно и сама помпа крыльчатка плетену не знаю сколько на сантиметров 7 наверно в диаметре то есть такое ощущение что это двигатель не тепло нагружен не знаю почему такой размер то есть какой-то все детская на кукольная так ладно сейчас собираемся назад ставим колокол вентилятор чтобы все было в своих местах мы куда-то в пакетной не знаем опять я приехал не подготовлен не пакетов ничего нет сейчас как я узлами снимал так буду все собирать все назад вместе с винтами потому что винты они как бы не жигулевские что касается на марок отворачиваются винты в любое время в любой последовательности ничего не проворачивает то есть все здесь четко ну то есть как я все снимаю так я и буду запаковывать пока не знаю куда то есть вентилятор шкив помпа все винты также здесь кронштейн генератор натяжная планка лакус масляного фильтра 80-е годы смотрите в каком состоянии винты просто блять новый на просто на вью вот как то так то есть пора уже снимать по крупному сейчас будем снимать башку сначала клапан и крышку потом уже будем отворачивать то есть попытался поставить движок стояком нихера блять весит просто блять космос нахуй так сейчас мы все это блять раздербаним осколки сначала дна и на смести бы то есть маленько прибрать надо будет заткнуть отверстие под впуск гальчику потерял бы то есть метод на крыше комплект крепежных элементов да конечно целиком отсюда вынуть но один и вдвое моего хер отсюда вынешь не получится придется разбирать все на месте так маленько тут попробовал накоренить масло херачит блять просто пиздец блять 4 литра ловить висков здесь заливается блять то еще удовольствие блять то есть надо как-то блять его может калина его нахуй выдернуть в пизду тросом завязать нахуй блять вручную она не отсюда не вы на нихуя есть только блять доску подкладывайте на порог что-то блять придумать сейчас попробую пока все масло не вытекло не засрал мне тут все нахуй вот как то так кувыркнуло блять сука дешевый пиздец так сейчас ногу стекляшки сразу по возможности убрать что в траве ничего не валялось как его дальше честно башку сниму чтобы он был полегче уже сам блок куда-то перетащил какую-то клееночку блять не знаю на картоночку решили положить чтобы масло на землю не утекал то что целый этот поддон масла как его сюрприз его хер узнать где тут сливная пробка должна быть пока что не нашел там где-то поддон замятый был возможно порог вообще блять заварили хер узнать что там блять с этой быхой делали пока что все идет даже с опережением графика конечно вот этот свинарник меня не устраивает без него никак это кстати их блять кстати от бэхи по моему этот закрывашка запаски мы пизда нахуй то есть мне сейчас ноги тряпка надо быть или земли блять хер на счет тут пиздец масло как-то убирать из салона вот так боем мы 4 3 2 и 1 цилиндр то есть все под номерами чугунный коллектор не лопнутый здесь когда шпильки 1 нет оболоманная поход там всем шпильку пизда так шток надо убрать потом башку с ним поставим все на место так пошел я за веником и расскажешь башь тебя твоя задача его перебрать да чтобы работал чтоб за поставили завели дим не шевели сейчас болты вылетут и все потом не найдем ничего давай сбирай башку снимай масло сливай сливать масло менять надо стекло надо обнести чтобы на траву ничего не подлился все на траву все стекло вот все убирать час он что нравится да мощный там ничего не за густарин давай бери его на плечо и тащит к дому на плечо и убери тащи это люк и открыл чтоб не жарко был поймал себя на мысли что я как и египтолог сижу тут блять и факты блять кисточкой очищаю от вековой пыли я ника не понимал людей которые блять стоит машина на блять взяли стекло уебали блять кирпичом на хоть еще пытались эмблемы список но эмблемы их можно снять только изнутри то есть они металлические точнее из алюминия ну и как бы как они называются то не шпаленты а вот эти вот скобочки такие блять штифты блять какая-то сука шпаленты наверно блять уже чуть забыл все нахуй весь на эмоциях блять может сказать желтый балок тут желтый балок желтый красил блять может он желтый был хуйня это мне кажется у нас уже пали покрасили я не думаю что было красит балки в желтый цвет так маленьк тут обмел сейчас с деревяшек смету и уже будем не знаю что башку на не снимать чё тут думать то то есть все вот эти вот осколки их надо будет собрать ручную то есть когда я тут буду следующий раз косить все эти осколки полетят в меня на то есть поднимается такая пыль что все в глаза летит хотя стоит защитный кожу вот эти осколки не могут меня располосовать какая-то клемма блять за клемма на этот движка где-то навалялся то есть какое-то время идет чтобы все собрать потому что осколков тут сотни песни тысячи так ладно пока отключаюсь ну поскольку я тут уже с клапаной крышки гайки свинтил предлагаю вскрыть смотреть что там внутри как все на то есть цепь движок цепной ну и наверное вскрыть него не получится то есть надо как-то отворачивать шестерню она висит на четырех винтах то есть надо движок крутить а крутить его некуда поскольку сам коленвал в клину резиновая прокладка тоненькая чутенько такая нравится vp4 выпускной то есть движок на и нужно лазили тоже здесь стоит эксцентрик на сам клапан система такая чудная так а где у нас привод а вот наверно привод идет этого бензонасоса этот кулачок распредвала впускного качает топлива так как-то подлезть отвернуть винты и тогда уже башка снимется то есть не знаю как это будет делать ключ на действия найти не могу головкой туда не подлежь и такие винты гбц на 19 камакс движок такой достаточно чистый влезь на хорошем масле ездили то ли его капитале когда-то так вот эту чё непонятно и блять фарсунки шуток и кисто я непонятно чего ты тут затрубки такие заглушенные то есть на них были даже отверстирует не вижу никаких непонятно для чего это вообще есть кто знает напишите свой ответ в комментариях цель такая блять натянута довольно туго так так это у нас натяжители я так понимаю более такой болт я не знаю насколько он на 32 наверно 32 тыс такой мужчинский блять не знаю метку ключ есть интересно то есть попробуйте ослабить на натяжитель натяжитель там блять как все на 1 пидарасила блять походу натяжителю пизда нах что-то там блять как-то нахуй это чего-то заболела но если отсюда видите то есть все детали девственно чистые не знаю то ли их отмывали тот же на самом деле какой-то масло дорогой использовать то есть блять не намека на какой-то нога хотя это крышка кстати крышка просыпал так здесь попробуйте снять каленвал шкив каленвал и снять всю крышку тогда можно будет все распотрошить намного тщательнее то есть блять наверно каленвал затем в щи вообще то есть в таком состоянии я точно ничего не отвернул то есть надо как-то сливать масло снимать башку блять попробуйте тряхнуть стариной спустить движок на землю потом еще полежать неделю в лежку и думать на хера это все сделал да блять то есть все чугунные блять основательные и судят по шляпкам болтов тут наверно блять как нить 14 или 16 резьба блять стоит то есть движок сам по себе живущий не зря его блять немцы надули нах сейчас даже бы найти наверно погуглю скажу вам что с ним сделали так короче маленько попутал а движок тут был м12-13 85 или 86 года использовали они его на формуле-1 дебютировали в королевских гонках и с полтора литра 1500 лошадей турберный движок выдавал в пиковую мощность но и рабочий где-то 1300 где-то 750 полом с полтора литра то есть это у нас м10 b16 или b18 не знаю точно то есть надо как-то блять отворачивать гайку кстати на ebay такой шкив коленвала стол по моему 1016 то есть блять цены на запчасти были просто космос то есть по плану попробовать свернуть гайку снять шкив снять переднюю крышку слабить натяжитель вынуть всю эту херню блять и уже снять башку вылежали просто попробовать как-то блять кинуть его на землю и оттащить в другое место чтобы он не лежал около автомобиля не мешал его двигать с места на место тряпка накидал сейчас масло впитается уберем стекляшки тоже маленько тут обмету даже не знаю с чего начать попробовать крышку натяжители снять смотреть что получится блять без ключа на 10 тут точно ничего не отвернул то есть в любом случае надо отворачивать шестерню распредвала иначе голова не снимется но так если снять шестерню здесь буквально сколько тут я уже винт снял один то есть пять винтов и башка снимется поэтому шоу не знаю сейчас еще подумаю да кстати состояние клапанной крышки изнутри то ли отмывали то ли она такая чистая сама по себе натяжитель цепи головка 32 может кому интересно так натяжитель снял такой механизм внутри поружинка цепь начала шевелиться и также здесь вот тоже чуть шевелится то есть тут уже куча красного гермитоса а броска у которой блять заедает маслом то есть я только сейчас его трогаем как сопли блять так давно даже не знаю как вынуть к саму все вылетела так то есть 33 пружины вот внутри этого полумжера не знаю как он называется стоит тоже какая-то подпружиненная херня под отвертку то есть это у нас все вот так ну и он там натяжитель весь вывалился блять то есть карантинах попробуйте вернуть гайку шки вы этого коленвал он микрос нихера то на не затянута блять ломом на то есть пиздец не знаю чудо не да не знаю даже что делать блять с чего начать на короче не знаю по какой причине но отворачивается от руки блять что весьма странно на мой взгляд сюда уже лазили то ли еще тут какая-то причина даже не знаю так это изогнутая шайба то ли она такая должна быть то ли и такой сделали так он сейчас не ушкиф с ними всю ты херню не знаю придется и он и на молотком блять долбить только есть молоток есть сейчас я с ним договорюсь и бы уже сбивать как-то деталь ценой в 16 косарей да наверное я забыл что это все-таки бмв вот и все шпунка на месте шпунка на месте так ладно теперь снимаем переднюю крышку добираемся до механизма грм ну и потом снимаем башку масло сольем в последнюю часть то есть все сделаем через жопу так остались у меня деду такие вот ключи монтажки советские то есть на 12 на 10 на 10 было 21 у меня 2 не знаю где то есть спилим тут примерно сантиметр поскольку был он то есть все рваные грани я спилил стал он вот настолько примерно короче ну это ухватить чтобы подлезть к гайкам точнее к винтам то есть был у меня и головки на 10 и комбинированные ключи но чудо когда все инструменты вынул за машину всю год пропала блять ничего не наивне не могу найти то есть на 10 было бы ключа 3 ни одного ноль в блоке сделаны такие вот отключки здесь как бы поддон крепится только передней крышки то есть три винта на 10 где-то все пошел то есть 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 то есть все просто да кстати вот сейчас отворачиваю два последних винта то есть по сути вот до шестерни можно добраться с нефта крут и тут верхняя часть где гбц то есть крышку можно было не снимать по сути но поскольку блок пробитый то есть будем разбирать полностью не вижу смысла возможно шатуны с поршнями пойдут на какой-то другой движок поэтому оставим блок пробитый как бы отдельно от коленвала вкладышки штунов поршни и всего остального то есть вообще можно было по сути вот этот движок отмыть собрать опять вы поставили где-то дома в качестве какого-то дизайнерского решения ну думаю жена будет против прокладку гбц загнув такая дубовая на то есть на жигулю скую вообще не похоже мы по материалу я имею ввиду здесь на кружке никакой нет можно ее наверно повторно использовать то есть видим вот эту херню успокоитель здесь все в печальном состоянии хотя могу на ошибаться как-то не знаю даже мне кажется держите такой живой наверно сюда уже лазили кстати вот этот я так понимаю это успокоитель и цепи есть то есть это наверно старый какой-то был поскольку он в машине из движка он вывалится никак не мог здесь чуть какая-то блять пробка заглушка так ладно сейчас отворачиваем 4 винта шестерни потом отворачиваем башку все снимаем разбираем с можно и эту крышку уже снять направляющих стоит сейчас идут маленько под калачу нами здесь монтажкой как-то клупнуть думаю что то это уимки сделаны специально для этого я там нет все на герметике походу присохла ладно сейчас сейчас отклупаем пришлось по всем плоскостям простучать молоточком у тебя какие сопли висят сольник по ходу мини на что такое все чистые даже как-то подозрительно все таки движок когда-то капитале то есть цепной привод масляного насоса подачи идет такая необычная все где направляшка одна есть так и жителю так вот крепится что тут у нас еще интересно чем показать так нас сейчас шестерню снять и уже голову сборе вот этот натяжительный какой-то блять кривой на мне так кажется чудом какой-то блять не такой какой-то кособокий износы как таково тут вообще по минимуму сколько здесь может миллиметровой глубины канавка то есть вообще ни о чем пластик коленвал пизда здесь тут все блять в мясо масло насос турнали бабок стоит немереных блять прокладка порвалась резиновая так ладно снимаем шестерню и там уже чё снимется кстати обнаружил что цепи нас здесь меняли вот видим одно звено просто блять наварено на хоть не заводская колёпка заводская клёпка ну такая на всех звеньях идет вижу блять сваркой хуярили блять варили на даже не знаю что за фирма цепи здесь смотреть поскольку с той стороны до вис какой-то то ли 2 столь и джи вис понятно то есть отворачивать было легко поскольку движок в клиньях с одной стороны это хорошо с тобой понимаешь кленовал стоит баба блять пару странах мне кажется этот движок можно в разбор опустить поднять не на косаре 20 блять минимума мне так почему-то кажется ну при условии что был бы целый кленовал так сейчас я цепочку тоже сниму поскольку он уже как бы не нужно конечно снимется на легко непринужденную то есть прокладки не дает вынуть кстати здесь вот номера каталожные какие-то то есть по этим номерам можно посмотреть какой движок здесь полный тридцатый двадцатый герметики кстати мне кажется вот этот прокладка габыц она старая просто на красный герметик в хуя членах и усе по моему 30 первую цифра стоит на 20 не похоже 30 02 39 7 с 8-10 можно сейчас забить деньги в экзисте посмотреть как все быть помечено выпуск блять пиздец вот каталожный номер самой башки башка тоже на бабла стоит если блять на какой-то ебаный фор блять вот она башку продали за 18 тысяч рублей блять ее прям блять забрали в течение часа на тон такую баху блять я не знаю сколько башка будет стоить можете свой ответ написать в комментариях мне кажется вот этот коллектор не меньше пятака будет стоить болт такие мужчинские то есть здесь 14 но здесь резьба 12 примерно на вскидку у кого зоркий глаз напишите в комментариях вытянуты болты или нет но я сейчас вот так все вставляю назад ставлю шестерню крышку клапанную крышку и закрываю все это дело и снимаю целиком то есть потом навесим коллектор бензонасос так помпа где у нас стоит здесь помпа ниже то есть все что к башке прикручивается прикрутим и снимаем все это дело одной деталью потом посмотрим в каком состоянии колпана загнул там чё или нет так на башку эту все навесил все что было снято то есть все в том же порядке теми же гайками теми же шайбами как и стояла так сейчас пробуем снять башку и тут пробовал поднять то ли направляшки тугие то ли башка такая тяжелая непонятно сейчас я попробую снять куда-то карту положить для начала то есть хочу посмотреть в каком состоянии клапана и головка точнее клапан и крышка не пускается поскольку здесь винты как бы выкручены то есть они упираются шляпками внутри крышки поэтому пока я не сниму башку я не смогу 4 гайки затянуть то есть 2 гайка не было здесь какой-то был стяжной то есть нужно его потом еще поставить тоже но он какой-то самопальный то есть я не думаю что таким макаром срезанный на какой-то болгарки поварцы такой болт использовали завода то есть какая-то колхоз так ладно снимаем башку так башку я прям за коллектором с двух сторон как за ручки взяла у яка все заебись так вот смотрю насколько выбирает вот этот поршень то есть должен быть недоход примерно миллиметр 2 здесь же он просто вылазит из блока точнее из прокладки так мне кажется прокладку можно даже использовать повторно на крайняк то есть рватью не будем сейчас и тихонечко сниму куда-то в пакетик я служил то есть я хотел сказать он здесь учета были заметка какой-то этот направляшка какая-то она блять и долбили ешь и хуй за это то есть не дает вот это вот овальная форма снять прокладку то здесь вот снимался еще хотел сказать насколько упирает этот поршень на мой взгляд какой тут хорошо получается 3 то есть третьему цилиндр коллапаном из да блять но это мое мнение лично то есть видим следы пошли на клапане хорошо они все пизда кривой нах то здесь зазор больше чем здесь третий третьем коллапаном в третьем цилиндр пиздарьки и здесь вот вообще притирали огонь нахуй походу на какой-то бетонной плите шваркали кто-то поднял бабла блять я думаю немало когда вот так вот решил на какой-то бетонной плите блять за бабосы кому-то притереть головку блять на бмв на это блять пиздец нахуй чё могу сказать это даже не какой-то шлифовальный камень и круглый на котором на ютюбе бывает в рекомендациях приходит ролики блять где там на круглом на круглом шлифовальном камне от большого наждака блять головку елозит туда-сюда нах здесь просто какой-то пиздец нах так лан хусим ставим ее на место мы затягиваем клапанную крышку чтобы ничего там не потерялся то есть надо будет ее в какую-то пищевую пленку убернуть чтобы ничего там не ржавело да блять вот не знаем 10 b16 и b18 у них колпана одинаковые лет то есть там вижу как вам сборе но не уменьши объемы то есть 18 4 в 4 цилиндра и какая-то c вот номер 822 01 34 то есть все таки все таки это 1 и 8 4 цилиндра наверное ли как там блять худеть потом разберемся я чувствую это как бы такие вмятость есть от колец но ступеньки на первом кольце как бы здесь вот где жировой пояс ступенек нет то есть движок походу точили ли что-то с ним делали не знаю движок уже гулянском меркам без износа вообще если не учесть вот этот момент когда поршень блять вылез на на 2 миллиметра и захуярил клапан то есть вот видим след от клапана то есть там могло захерачить и направляшку мы могла пойти трещина между клапанами то есть блять не знаю живая это глава или нет клапанам каранты так скорее всего если эта сторона выпуска то выпускному клапану прилетела и вот видим то есть здесь сейчас вспышку ключу то что тут все выключилось то есть сказать как объяснить то есть одно поршень а плоская здесь видим что пашень залетал в саму головку и залетал он туда судят по этой канавке миллиметра на 2 то есть на мой взгляд блять башку можно выкидывать я могу ошибаться но блять сейчас прокладку сниму еще раз покажу так клапанную крышку закрутил пойду идет болты не останутся внутри то есть здесь вот смотреть 1 2 4 цилиндр то здесь вот черная каемка светлый там была прокладка гбц на этом цилиндре вот этот куртик я туда во внутрь то есть больше не доходит примерно миллиметр до края блока плюс прокладка где-то или метр 2 наверно поскольку она не металл пакет как на иномарках сегодняшних дней здесь просто блять когда шатун вышибал по иноценной поршень и уебал тут все на то есть вот этот каемка сейчас не знает то есть как раз где вот выпускной клапан вот наверно начиная отсюда вот это вот все то есть вот видим след как и на поршень то есть поршень вмял вот этот полоскость прилегания туда во внутрь то есть зачеканил где-то здесь могла образоваться микротрещина ну же от клапана могло расшатать седло как максимум то есть вещь у вас оборвала шатун это не знаю что вы поменяли поршень шатуном и поехали дальше то есть видим сейчас то есть вся внутренняя часть кстати стрелка муховик смотрит точнее на эту вперед интересно почему поршень такой светлый вынуть как оттуда значит попробую вынуть выбить его изнутри через дырку то есть вот состояние поршня то есть его до жировой пояс видим здесь ступенька сейчас на свет правая часть поршня то есть видим два миллиметра примерно жировой пояс опустился вниз вот такой это натертый след получился вспышку надо выключить что-то отсвечивается другое дело то есть вот примерно от половины поршня жировой поясу так вот наклепало то есть видим вот этот ступенька сверху темные надо положить все-таки на картон как-то то есть видим ты тут ступенька это просад жирового пояса то есть его наклепало он вылез сбоку маленько показать то есть видим здесь примерно где-то 07 на вскидку вот эту ступенька то есть вот этот блестящий поясок он выпирает из жирового пояса примерно на 07 миллиметра ну и кольцо здесь вот клинит закусывает где самая широкая часть то есть он как бы такой формы наклепал туда пиздец то есть поршень должен не доходить миллиметр из блока вылазить плюс прокладка поршень поскольку его вот так вот выглядит шатун снизу то есть здесь мясо блять просто его кленовалом туда блять несколько раз пизданула блять причем капитально то есть вот этот макертость это уже следы работы то есть движок продолжал работать даже когда захерачили шатун то есть это не результат того что поршень врезался в гбц и остался в таком положении он какое-то время еще вот так вот хуярил быть об этом говорит вот такое состояние шатуна то есть блок тоже пробила юбку так выломала кто-то троечку нацарапал и вот особенность такая как на обменной инструменте стоят стопорные кольца то есть палец свободной посадки так понимаю на то есть он крутится и в бабушках поршня и в самой шейке шатуна верхней то есть свободная посадка бацуды и стопорные колечки такие вот как на бензоинструменте то есть никак на жигулях он запрессовывается в шатун и в бабушках кроется он тут кроется и в шатуне и в самих бабушках такой поршень блять мужчинский наш кулак на то есть на мой взгляд это движок 018 и такое ощущение что поршня не как будто новый то есть я не думаю что со семидесятых годов на поршня останцу такие вот насечки трясца то есть на поршень износ как такого нет все вот эти вот повреждения то приобретенные при обрыве шатуна то есть вот металл отрывала на волоке у в минала в юбку здесь наверно то же самое то есть на мой взгляд поршневая здесь новая была когда-то и скорее всего вот эти тепловые задиры это были прихваты наверное поэтому поршень и оборвало шатун точнее то есть я причин для обрыва шатуна как тепловой прихват не вижу то есть скорее всего началось какая-то вибрация из того что же поршень прихватала блять мы начал просто расшатывать сами гайки бугеля вот видим здесь такое состояние шейки тут блять просто нахуй она не знаю но сантиметр блять примерно здесь вот провал то есть провал примерно сантиметр ну это коленвал все труп наху хотя можно его как он эти то есть здесь просто блять даже не на мятность просто кусок отколола где-то там все валяется надо масло кстати слить то есть когда мод с такими повреждениям продавали блок от форс фокус первого двигателя сплитпорт там по-моему один дядя взял блок под ремонт то есть вот эта вся заваривается то что там отколола кусочек юбки на мой взгляд цвета херня то есть масло чистое эмульсии нет значит рубашку охлаждение не порвало ну да там в принципе херня то есть заморочиться можно это блок восстановить тупо заварить но какой смысл когда нет коленвала блять на гильзи там снизу тоже какие-то наметности никак не могу понять от чего блять от колец оси от колец почему только с одной стороны то есть здесь в блять в этом месте где-то ступенька на не видно будет хотел глазами вижу блять такая ступенька вообще хуен и обычно такие сверху сверху здесь ступенек нет она почему-то снизу то есть наверно не знаю по какой причине все появилось движок он все равно как бы не шевелится что весьма странно на мой взгляд так ладно снимаем прокладку вынимаем цепи наверно надо куда-то его поставить под навес то есть здесь кроме масляный насос уже ничего ценного как такового нет ну судя по прокладке по ее состоянию она новая то есть движок наверное все таки перебирали возможно просто ослабли гайки бугели шатуна корышки вы такой пиздец приключился то есть вряд ли это будет от газа от газа уборони которые стояла наверно просто после капиталки движок не прикатали ну а может просто далее просто расставлять то есть движок сдох предлагаю слить масло напоследок надо кантовать вот так вот переколды бенил ну чё там я все куда-то утекло не туда куда надо сейчас наклонять то есть чтобы лапу ты тут упиралась в барусок но сюда что-то подкладывать наверно под этот кромштейн то есть движок нихуя не коротится не знаю по какой причине он заклинил так он тут масло тут какой-то тасол блять херочется всех щелей то есть сейчас он прекратит утекать придется петь блок переворачивать кстати он в таком состоянии на скидку килограмм 50 весит минимум пока мы тут масло сливается марафет навожу здесь лоток битых стекол нагреб оттуда уже выгреб какое-то преломление солнечное блять то есть оттуда здесь еще нихера не подлазил то есть здесь лоток здесь лоток ну и там наверно половинка будет так сейчас наклоним блок пусть масло сливается мы будем укладывать хбц в салон лицо с как-то переломление какой-то идет блять так ладно и ну вот другое дело сейчас засунем гбц вот посмотрел что этот край поддона больше чем тот где сливная пробка но потом вспомнил что движок стоит под наклоном не 45 градусов но примерно вот так так ладно сейчас заканчиваю крышку соленую пробку поставим гоня на улицу блять что-то настроение нет сегодня ни с чем заниматься сейчас наибачок еще успею передвинуть вот стальной на индивиду и будем завтра для бау это немного здесь масло примерно полтора литра 1 на 8 лет вот как слить остальное масло пока не ясно то есть вес конский блок должен стоять под наклоном чтобы маслом полностью вытекло но под наклоном его поставить не могу поскольку он просто блять не при подъемной даже не знаю как его блять поставить то есть его надо пробкой как бы сюда ставить то есть надо его вытаскивать из этой опалубки сейчас я башку засуну башка тоже нам блять килограмм двадцать не меньше на возможно даже больше то есть движок в сборе примерно килограмм ну сотку точно так решила еще сцепку снять видим подшипник такой тоже уже сухой так маховик маленько подржавел то есть движок валялся в сугробе какое-то время все тут маленькая прихватила так диск сцепления кстати новый то есть износ неравномерный только только прикатываться начал модель джермани гитрак сайте моды in germany той диска нулевой маленьк там накатали так корзина тут какая-то борозда то есть херня все это поставить и будешь ездить только не знаю на 2 литра подойдет такой диск или нет там другой размер стоит всего то есть решила снять маховик болты такие блять мужчинские тоже под 19 ключ ну чтобы вес был поменьше то есть сцепление в сборе весит килограмм 10 если не больше люди жигулевский на и на то есть облегчая вес чтобы слить масло ну наверно сейчас сниму и на этом сегодня закончу все остальное будет делать завтра то есть что-то не бак я не переделал ни машину не движок не разобрал все как-то не задалось кстати здесь какая-то меточка стоит не знаю видно нет сейчас вспышку включу то есть шарик запрессован здесь наверно z или n знаю непонятно с какой стороны смотреть на эту метку то есть начал творачивать винты начал крутиться маховик вместе с коленвалом но усилие такое блять как будто движок сборе и стоит на первой передаче ну то есть вот так вот головку на 14 высокую в распор поставил вы отвернул то есть усилий такой достаточно конская сначала думал на фиксаторе но потом подумал откуда в те времена был фиксатор то есть коленвал крыльца с большим усилием если это не изгиб коленвал то у этого движка после капиталки был как бы были большие проблемы то есть собрано или же по херам то есть с маленьким зазором или же коленвал был кривой изначально но мне кажется что шатун оборвало и загнуло коленвал поэтому так все тугой крутится но бывает момент когда люди собирают или мало расточат или какие-то вкладыши вставляют без росточки затягивают в щи что коленвал без шатунов просто хер провернешь блять ну не как бы надеются что с толкача там с веревки блять пара тащат километра полтора два движок прикатается но потом заводить будет собирают так движки что даже стартер блять провернуть не может нихуя не то что блять от руки весьма оригинальное решение сделать в коленвале такую направляющую втулку мы одно отверстие сделать большего диаметра то есть вот этот отверстие больше как бы через него им ты тут направляшку позиционируется коленвал на свое место то есть здесь вы дать бы ничего не текло потому что текло хер сейчас уже ничего не найдешь концов то есть все здесь в говнище возможно сальника возможно коробка история об этом умалчивает так сейчас соберу все в сборе то есть на коленвал с винтами так поставлю диск сцепление что винты тоже там остались на своих местах то есть по как сказать то послушаю всегда вот эти вот заводские болты винты и гайки оставляю себе поскольку на разборке не все продаются по полкишку то есть любой винт любая гайка 50 рублей но это было давно сейчас не знаю возможно стольник то есть если надо в какую-то другую машину что-то винтить хорошего качества то всегда приходит старые винты от каких-то разобранных автомобилей в частности с иномарок лишь приходится пилить на разборку за город и покупать там так ладно на этом я свое видео заканчиваю всем пока это была частичная разборка двигателя назовем его так ну и определение место неисправности хотя тут неисправность как бы одна на лицо дыра в блоке блять не знаю возможно завтра продолжу возможно выложу сразу чувствую видос опять ни о чем я 5 на час по времени на кстати забыл показать лази тут кроты здесь просто яма нах то есть возможно по этой причине колеса и спущена то есть караты блять задолбали алтона капали конечно колеса прогрызли